Автомобилист вышел из машины и сбросил пешехода в судоходный канал. Набережная небольшого судоходного Крюкова канала в Петербурге. В рабочее время здесь практически не бывает людей, но вот машины напротив ездят довольно часто. Этот пешеходный переход соединяет между собой две стороны улицы. Именно на нем разгорелся дорожный конфликт. На кадрах автомобильного регистратора видно, как на крутом повороте останавливается красная иномарка. Из нее спешно выходит водитель и направляется к тротуару. Вот он хватает стоящего у края проезжей части пешехода, силой тащит его к ограждению на гранитной набережной и буквально вышвыривает воду. Это видео снято из автомобиля Виктории. Девушка рассказывает, как мужчина на тротуаре пытался избежать драки и отступал назад. Водитель Ауди прижал его к ограде и после чего просто перекинул его в реку. То есть такого исхода ситуации я даже не ожидала, что такое может произойти. Вообще шок полный. Дальше он вернулся к своему автомобилю спокойненько по пешеходному переходу. Но как рассказал нам по телефону сам пострадавший 43-летний петербуржец, иномарка задела его в тот момент, когда он переходил дорогу. Меня задел передним крылом, потом еще решил отзорваться. На пешеходном переходе я переходил улицу, он меня не пропускал. Я на гемодиализе нахожусь, у меня почек нет. Я каждый день, через день подключаюсь к аппарату «Искусственная почка». И поэтому, что будет дальше, я не знаю, какие там будут симптомы, как это все проявится и куда это все... Потому что состояние у меня и без этого было не особо хорошее. Инвалид первой группы Вячеслав рассказывает, он с трудом добрался вдоль причальной стенки до ближайшего спуска к воде, где ему помогли очевидцы. Мужчину доставили в Мариинскую больницу. Впрочем, вскоре отпустили домой. Личность водителя также установлена. Ему 30 лет, государственные знаки иномарки попали в кадр. Врачи поставили диагноз переохлаждения, оценили состояние, как удовлетворительное. К ему в больницу приехали сотрудники полиции, которые взяли от него заявление по данному инциденту. Вчера же в полицию от Галдейского района водитель данного стандарта самостоятельно пришел для дачи объяснений. Он был допрошен, материалом запроса легли в основу проверки по данному факту. Впрочем, юристы сомневаются, удастся ли привлечь к ответственности агрессивного петербуржца. Статья о хулиганстве в данном случае вряд ли применима. Ведь тот факт, что пешеход не просто попал под горячую руку, а стал одной из сторон взаимного дорожного конфликта, зафиксирован правоохранителями. Хотя в полиции и показания свидетелей тоже будут внимательно изучать. Продолжение следует...